В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! В этом году сезон активности клещей начался на неделю раньше обычного – о том, как защитить себя, а главное – своих детей от нежелательных последствий укуса этого насекомого. Поговорим сегодня с Александрой Горшковой – педиатром, главным детским врачом детской поликлиники номер 5 Владивостока и главным внештатным специалистом Минздрава Приморья по развитию амбулаторно-поликлинической службы. Александра Сергеевна, здравствуйте! Добрый день! Вот такой неприятный факт. Гуляла я на выходных на мысе Тобизино и сняла с себя клеща. Первый раз, кстати, я его в жизни видела, благо с одежды стряхнула, то есть не присосался он ко мне, ничего такого не произошло. Но неприятно. Насколько действительно опасен укус клеща? Ну, к сожалению, этот маленький страшный зверек, несмотря на свои такие размеры, ни о чем, он может натворить очень много бед. Во-первых, это самое распространенное заболевание – это клещевой энцефалит. Они также переносят различные другие инфекции, например, баррелиоз, рикетсиоз и так далее. Но самый такой на слуху – это клещевой энцефалит. Он может протекать в разной форме. И самое опасное и с очень высокой летальностью, если человек не привит, то это молниеносные формы или менингиальные, как мы еще их называем, когда идет… Ну, вообще, вирусный энцефалит клещевой – это поражение нервной системы, вещества головного и спинного мозга. Ну, соответственно, отсюда и вся клиника. Она может быть очень такая развернутая, за короткий период возникающая не укладывается в минимальные сроки инкубационного периода, а наступает гораздо раньше. Ну, обычно это от 14 дней, от 7 до 14 дней. Но бывает, что вот эти молниеносные формы развиваются гораздо быстрее, когда человек даже может еще и не связать это с укусом клеща. Но опасен еще тем, что передается от молока коз и коров и так называемый элементарный путь передачи, то есть через молоко. При употреблении сырого, некипяченого молока от непроверенных животных, скажем так, когда продукция не проходит ветеринарный контроль. Вот, к сожалению, такие случаи тоже есть. Они, к счастью, не так чисты, но они имеют место быть. И об этом тоже надо всегда помнить. А в городе клеща можно подцепить или нет? Конечно, безусловно, у нас есть лесопарковые, да, такие зоны, парки городские. Это первый, да, источник. Второй источник, когда, допустим, люди, дачники, пользуясь общественным транспортом, едут в электричках, в автобусах и на одежде, вольно или невольно, как говорится, переносят этот клещ, может быть. И человек, который считает себя урбанизированным городским жителем, далеким от природы, да, он вдруг неожиданно для себя может, вот так же, как вы, на одежде найти его, это в лучшем случае. В худшем случае он может присосаться, как бы, заползать, ну, через одежду, через контакты, ну, как говорится, общественные такие. Вот, поэтому и в городе, даже если люди не выезжают на природу, не считают себя дачниками, туристами, активными, там, охотниками и так далее, в любом случае привиться необходимо, потому что это, ну, бывает один раз, да, там, никогда не ездил друг, тут компания, все позвали, и человек, ну, тем более, когда он не сильно опытен, да, вот в этих вещах, может одеться неправильно, он может потом не осмотреть свои кожные покровы, то есть пренебречь вот этими профилактическими мерами, не говоря уже о вакцинации, да, и, ну, поймать, как говорится, этого страшного паучка. Ну, да, в принципе, у нас же самые опасные территории – это лес, что это? Ну, тайга там, да, раньше вообще прививали, в принципе, только людей с профессиональным риском заражения, укусов, вот, но на сегодняшний день пришли, как говорится, к выводу, что вакцинация, профилактическая вакцинация необходима, в принципе, любому желающему, кто желает ее сделать, и мы, в принципе, никогда не отказываем, наоборот, призываем и приглашаем на вакцинацию. Краевым бюджетом всегда закупается определенное количество вакцины для наиболее незащищенных, скажем так, слоев населения, это для пенсионеров, для детей, подростков. Мы очень часто именно в школах начинаем вакцинировать именно детей и подростков, потому что они наиболее активный, да, образ жизни ведут. Вот, и, соответственно, на это предусмотрен краевой бюджет, это потому что прерогатива субъекта, ну, вообще, потому что прививка, она не обязательная, она входит в национальный календарь по эпид-показаниям, то есть при определенных ситуациях. Но так как наша территория эндемична, и это признано, как бы, да, всегда Дальневосточный округ, всегда вот при таких докладах в различной степени, как говорится, всегда обозначают Сибирь, Дальний Восток, Подмосковье, ну, как ни странно. Вот, именно вот этот тип клеща, который переносит вот такие энцефалитные формы, ну, тяжелого энцефалита именно. Что-то нам не повезло в этом плане как-то. А если говорить о прививке, ну, кому доступно мы проговорили, а что это за вакцина? Наша, отечественная? Ну, до определенных событий мы очень широко использовали, в том числе и зарубежные препараты. Ну, на сегодняшний день наверняка в этом будет определенная сложность, ну, хотя, как бы, она возникла задолго до событий в нашей стране. Вот, но совершенно нас это не должно пугать. Вот, есть отечественная вакцина, которая сухая, культурированная, очень хорошо переносится, очень хорошо себя зарекомендовала. У нее достаточно удобная схема применения, допустим, всего, ну, ноль, как мы, да, мы говорим, стартовая прививка. И потом минимальный интервал 3 месяца, максимальный интервал до 7 месяцев. Через год от второй прививки делается ревакцинация. И потом каждые 3-5 лет мы делаем однократное ведение для того, чтобы подстегнуть иммунитет, ну, чтобы защитный уровень антител оставался высоким. Вот, на сегодняшний день есть вакцина, которая применяется у детишек с 6 месяцев. Вот эта московская вакцина, сухая, она с 3 лет. Но есть вакцина, которая применяется с 6-месячного возраста. И при ее использовании доступна экстренная схема профилактики вакцинации с интервалом между первой и второй прививкой до 2-х недель. То есть, если когда вот дотянули, да, и не успели вовремя сделать, то, как бы, можно применить экстренную схему. Но такое золотое правило, после вакцинации нельзя 3 недели выходить в лес. Ну, как бы, надо в любом случае выдержать вот эти сроки для того, чтобы дать организму возможность, время выработки иммунитета. Иначе у нас как будет, да, что вот вчера прививку сделали, сегодня пошел в лес, цепанул клеща, заболел, вот вакцина плохая. Нет, не соблюдены правила ее применения. Поэтому мы всегда, родители, предупреждаем 2 недели как минимум, а в лучшем случае 3-4 недели. То есть, в любом случае, эти вещи нужно планировать. Схема вот такая, что до 7 месяцев интервал можно выдержать между первыми двумя вакцинациями без ущерба выработки антител. Поэтому мы начинаем зачастую осенью прививать первую прививку. Потом в феврале, в марте вторая прививка, когда еще клещ спит, да, и не проснулся. Вот. И уже через год потом в марте, допустим, третья прививка. И потом каждый год раз в 3 года, то есть 2 года на 3, на 4 или на 5. Ну, бывает, что люди не соблюдают, забывают, да, там 3 года прошло. Это не значит, что антител нет, что надо прививаться заново. Мы просто делаем, ну, если это до 5 лет, мы в любом случае делаем просто обычную... Ну, ревакцинацию. Однократную прививку, да, ревакцинацию. Просто проговариваем, что если вы хотите удостовериться, что все хорошо, вы можете через месяц после прививки сдать кровь на антитела, посмотреть напряженность иммунитета. Если она будет высокая, то все, значит, предыдущие прививки реально не прошли. Даром не пропали. Вы просто, ну, с небольшим опозданием подстегнули иммунитет. Если же в силу каких-то обстоятельств антитела низкие, ну, потому что, допустим, за эти 5 лет человек перенес какое-то серьезное заболевание, либо был какой-то стресс, ну, либо там он получал какую-то серьезную сопутствующую базовую свою терапию, ну, обстоятельства могут быть разные. Вот, соответственно, антитела могут быть на низком уровне. Тогда мы эту ревакцинацию считаем как первую вакцинацию и повторяем схему заново. Потому что люди с иммунодефицитными состояниями, у них свои схемы вакцинации. Им, вопреки мнению обывателей, им нужна не меньшая кратность введения, а наоборот, большая, чтобы достигнуть того же самого уровня антител, как у здоровых людей абсолютно. А вы, конечно, работаете большей частью с детишками. И вы слышали в этом сезоне, чтобы уже дети получали укусы клеща? Ну, про детей пока не было информации. К нам в поликлинику пока, слава богу, такие детки не обращались. Но от взрослых слышала еще месяц назад, что приехали с дачи и дома привезли клеща, ну, слава богу, не присосавшегося. Помню, кто-то из сотрудников мне сказал, что уже просыпаются. Ну, реально, они же живут в траве, на кустарнике. И как только пригреет солнышко, особенно если это такая солнечная сторона улицы, то там вполне возможно, они отогревшись, уже начинают свою охоту за нами. Хотя весна, она такая, она то ли ранняя, то ли поздняя, непонятно. Март был ранним, апрель какой-то поздний. Да, поэтому сейчас может быть, возможно, и какое-то затишье, но обычно обратного хода нет. Если они уже появились, то, соответственно, они начнут активизироваться все быстрее и быстрее. В пользу прививки хочется привести какие-то факты того, как протекает энцефалит. То есть что происходит с человеком при энцефалите? Повышается температура. Если это лихорадочная форма, то она напоминает банальное простудное заболевание. Соответственно, можно говорить о такой, как бы, маске этого заболевания грозного. Ну, про молниеносную форму, менингиальную, я проговорила уже. Это головные боли, не приносящие облегчения никакие препараты. Это нарастание давления, это нарастание мозговой симптоматики, и тошнота, и рвота, и полиамилитоподобные проявления заболевания, когда мышцы вообще перестают, как говорится, тебя слушаться. Это вот такие основные признаки, на которые обязательно врачи должны обратить внимание. И в сборе анамнеза обязательно уточнить, были ли выходы на природу, в лес, ездили ли вы в общественном транспорте, где была там куча дачников и людей в экипировке соответствующей, чтобы понятно, что он не по центральной улице гулял в таком виде. Поэтому обязательно вот эти вот вещи всегда должны быть уточнены. Обязательно собирается анамнез, опривит ли человек. Вот смазанная картина, легкая, может быть у привитых людей, даже если они нарушили сроки ревакцинации, но антитела в любом случае есть. Вот потому что ни одна вакцинация, ни от одной инфекции не пропадает даром. Всегда остаются клетки памяти в иммунной системе, которые готовы нас поддержать при встрече с возбудителем. Вот поэтому всегда вот эти вещи выясняются, и тогда уже врача наталкивает на ту или иную мысль о том, что здесь все-таки может быть энцефалит. Тогда назначаются определенные виды обследований, кровь не на антитела, а на носитель, на вирус. Вот сейчас это доступно, вот сейчас это можно сделать. Вот наука шагает вперед. Вот при, все-таки, если это явный укус, да, присасывание клеща, то в травмпункте в любом его вам снимут, завернут, отдадут, вот для того, чтобы вы передали его в... Роспотребнадзор. В вирусологическую лабораторию, чтобы быть... Чтобы прообследовали клеща, и тогда уже будет все стопудово понятно, да, что либо это клещ здоровый, да, либо это клещ, который является переносчиком либо энцефалита, либо баррелиоза, либо рикетиоза. Ну, такие три наиболее часто встречающихся и более распространенными. Вот. Ну, механизм действия такого алгоритма, да. Очень многие, особенно родители, боятся ставить прививки себе, своим детям, объясняя это тем, что, особенно это детей касается, что в будущем там это как-то отразится там то на репродуктивном здоровье, то в принципе на развитии ребенка, то еще на чем-то. Вот стоит ли бояться прививки от клеща и... Вы знаете, даже, я бы сказала, ну, такие наблюдения наши профессиональные, что даже крутые там антипрививочники, ну, я не говорю, которые там вообще фанаты антипрививочного движения, нет, которые такие сомневающиеся люди, вот. А что касаемо клещевого энцефалита, у них почему-то срабатывает совершенно другой ответ на эти вызовы, скажем так. Ну, я для себя вот такую теорию вывела, что его видно, вот он, возбудитель видно. Мы же не видим возбудителя дифтерии, коклюша, там, полиамилита, кори, паратита. Мы его не видим глазами, вот, вживьем, только там на картинке, под микроскопом, только люди определенной профессии, да, их могут увидеть. А клеща видим все, мы все взрослые люди, мы его видим. И вот, понимая, что мы, что эта опасность видна, мы как-то в большинстве своем, в подавляющем, все-таки не боимся прививок. Вот этот пережиток прошлого, когда мы использовали реально вакцину, которая содержала формальдегид в достаточно таком приличном количестве, и когда ее делали под лопатку, это вот детские года моего поколения, да, вот, но ее уже, она очень болезненная, у нее, она была очень реактогенна, вызывала, ну, достаточно много побочных, ну, не побочных, а просто она реактогенна в плане того, что несколько дней после прививки человек чувствовал, да, что его вакцинировали, болело вместо инъекции, она сама болезненная при вообще введении была, и она не давала того хорошего уровня защиты антител, не вырабатывала, почему от нее впоследствии, в принципе, полностью отказались, и уже на моей памяти, уже профессиональном моей памяти, ну, лет 20 мы используем эту вакцину вот уже совершенно другого уровня, совершенно другого качества, которая содержит любая вакцина, даже импортная, золотая, сколько бы она ни стоила, она в любом случае содержит консерванты и адюванты, иначе бы она просто не доехала бы до использователя, и, к сожалению, без этих веществ обойтись в дозе вакцины невозможно, но это настолько на сегодняшний день минимальные значения в каждой дозе, настолько это минимизированы эти все действия, что человек, который бегает по утрам вдоль оживленной трассы, получает больше гораздо вреда, чем от вакцинации, ну, скажем так, да, хотя вот он сторонник там здорового образа жизни. Как говорит наш любимый профессор Татоточенко, ну, один из основоположников нашей отечественной педиатрии и иммунологии детской, говорит, по лесу гуляя, по лугу гуляя, люди больше получают аллергенов, чем от одной дозы прививки, даже не от одной, но даже если взять все вместе прививки, сделать их в один день, там, ну, как говорится, человек получит меньше аллергизации, чем гуляя по цветущему лугу или там просыпающемуся лесу весной. То есть, ну, это вот такой жизненный пример, да, для того, чтобы понимать, что вакцина настолько на сегодняшний день качественно произведена, что бояться вот этих побочных эффектов не надо. Да, есть ожидаемые реакции на прививку, когда мы предупреждаем, что место укола там травмировать не надо, сегодня там, завтра поберегите ребеночка, не гуляйте на, если плохая погода, ветер и сквозняки, там, избегайте в постпрививочное время контактов с явно больным человеком, да, острым респираторным заболеванием. Мы прививаем детей, спрашиваем у родителей, дома все здоровы, никто там не чихает, не кашляет, не температурит, дабы не попасть вот в этот продрамальный период, когда еще болезни нет, но человек уже болен. Вот, и тогда прививка, конечно, она протечет более тяжело, потому что наслоится одно на другое, да. Тогда снизится иммуногенность вакцины, то есть меньшего ответа мы от нее получим, чем хотелось бы, да. Вот, поэтому, когда вот такой идет индивидуальный подход к отбору на вакцинацию, то, конечно, это приносит свои плоды, и тогда у населения больше доверия нам, когда доктор тщательно вот это все соблюдает, все вот эти вот вещи, что, к сожалению, несколько страдает при массовой вакцинации, когда идет, ну, массовая вакцинация, хотя там тоже, да, опросники, быстро, бегло, и тогда доктор тоже должен быть очень такой внимательный, все держать, как говорится, под контролем. Это сложно, мы не все так можем, мы люди такие же, как и все, поэтому иногда какие-то вещи протекают не так хорошо, как бы нам хотелось. Но это ожидаемые реакции, когда вместо укола может поболеть, когда может температурка немножко повыситься, ребенок может покапризничать, он маленький, он не может сказать «мама, больно», он просто капризничает, он там снижается, у него аппетит, он там плохо засыпает, как я всегда, ну, когда вот в свое время на приеме сидя, ну, когда он начнет вас изводить, ну, вот как бы в своем поведении, тогда, да, тогда потревожитесь. Вот, и мы учим родителей с этими вещами справляться самостоятельно, скажем так. Вот, а есть, конечно же, есть осложнение от вакцинации, их немного, они достаточно тяжелы, они встречаются, ну, крайне редко, то есть там один на несколько миллионов привитых, и поэтому вот такой основной аргумент антипрививочников, да, что вот осложнение, они путают осложнение с постпрививочной реакцией. Это два разных события, которые, да, они вокруг прививки, но они разные, они идут разной дорогой. Почему и предусмотрены все социальные выплаты потом там по людям, которые доказано, связь, осложнение возникли в связи с вакцинацией. Ну, я повторюсь, их, слава богу, не так много. Многие люди по 40, по 30 лет от работав не встречаются с ними никогда, знают о них только по литературе. Вот, поэтому, ну, вот, на это, ну, это два разных пути, как говорится, которые, да, начало берут на вакцинацию. Детские прививки. Отчего нас прививают в детстве? Сколько их там всего в этом календаре? Их достаточно много. Наш любой национальный календарь любой страны, он делится на две большие части. Национальный календарь обязательных, скажем так, прививок, да, как их и называют, и национальный календарь по эпид-показаниям. В национальный календарь в разных странах входит разное количество инфекций, от которых мы защищаем. И уже давно, да, на протяжении, уже мы там сколько лет используем вообще вакцину в качестве борьбы с инфекцией, вот, и появился такой профессиональный термин, как вакциноуправляемые инфекции. То есть те инфекции, от которых есть защита специфическая в виде прививки. Соответственно, в национальный календарь вот обязательных прививок входит, ну, вот по порядку, как в роддоме дети получают, да, инфекции. Ну, и вместе посчитаем. Гепатит B, вакцина против туберкулеза, БЦЖ, либо БЦЖМ. Затем в два месяца ребенок получает защиту от пневмококковой инфекции. В три месяца он начинает прививаться комбинированными вакцинами от дифтерии, коклюша, столбняка, полиэмилита, гемофильной инфекции. В годик он получает реакцию МОНТУ с целью раннего выявления туберкулеза, которое потом делается ежегодно. И корь поратит краснуху. 11. Это базовый календарь. Приходов, конечно же, в поликлинику по этому поводу больше, потому что каждая из прививок делается неоднократно, а делается 2-3 раза для того, чтобы создать базовый иммунитет, который потом человек будет использовать всю свою жизнь против этих инфекций, периодически напоминая иммунной клеткам памяти, что вы нам, солдатиков, наработайте, пожалуйста, мы вам помогаем, сделайте свое дело. Основной принцип действия вакцины – это чтобы на антиген, который мы ввели, наработались антитела. И должны они, так как это называется, специфическое, то есть нельзя, сделав прививку от дифтерии, защититься от полиамилита. Поэтому у каждого свое войско и принцип работы любой вакцины – это принцип ключа к замку. То есть антитела, которые нарабатываются, они закрывают антиген до, ну, наглухо, скажем так, все как замочек закрыли, ключик потеряли, скажем, или положили в тайное место, чтобы эти агенты потом нас не тревожили, скажем так. При необходимости, эти солдатики, ну, когда попадает вирус или бактерия, ну, возбудитель в организм, клетки памяти срабатывают и также закрывают эти замочки на эти ключики. И тогда инфекция не возникает. И если не на все замочки хватает ключиков, чтобы их закрыть, ну, вот там был сбой какой-то в иммунной системе, то тогда может возникнуть заболевание в легкой форме. Но оно никогда не вызовет смертельного исхода. Оно всегда пройдет без осложнений. И, ну, вот принцип вот такой. Мы никогда не говорим, что вы никогда не заболеете. Мы говорим, что вы, если и заболеете, вы можете заболеть, но заболевание встречается у привитых крайне редко и протекает легко, без осложнений, естественно, без летального исхода. Поэтому, когда на чаше весов, да, у трезво рассуждающих людей, ну, вот жизнь, да, под защитой, либо жизнь всегда на грани фола. Существует такое понятие еще, как иммунная прослойка населения. Когда население в большинстве своем привито, то инфекция может и не возникать. И тогда люди, которые не привиты, они защищены именно вот этой иммунной прослойкой. И на вот это незащищенное население, ну, это наш гражданский долг, прежде всего, оставить вот в этой плеяде людей, которые вот реально по состоянию здоровья не могут быть вакцинированы в силу определенных причин, именно имеют противопоказания. И мы тогда защищаем людей вот этих, которые не могут этого сделать, а зачастую, как правило, они очень хотят вакцинироваться, но они не могут по состоянию здоровья. Ну, есть, да, определенные противопоказания. Вот тогда мы их защищаем, скажем так, внешними солдатиками. Мы не даем вообще инфекции зайти в наше общество. И примеров, ну, масса, когда иммунная прослойка населения падает. Ну, ковид, вот он, пример. Ну, как бы его не было, да, вакцины не было, поэтому-то нам незнакомо. Если бы мы знали, да, если бы умели, да на тот момент имели бы, да, конечно бы мы бы избежали таких огромных последствий в виде потери людей. Тут, ну, экономически все это понятно. Самая большая беда – это потеря людей в этой ситуации. Поэтому, когда имеется возможность, и государство предоставляет это, ну, вообще бесплатно, то это просто очень неответственные люди этим не пользуются. Ну, вот я бы вот так бы сказала. Ну, задам последний вопрос уже тогда. На сегодняшний день от чего нам обязательно надо сделать прививки? Ну, все инфекции, которые я назвала, это детские, да, вакцины. На сегодняшний день мы, каждый год нам предлагается вакцинироваться против гриппа, причем с ожидаемым штаммом. Мы можем, как говорится, гордиться тем, что и у нас сейчас появились в арсенале вакцины, которые по качеству никак не уступают хорошим импортным препаратам, которыми мы очень много лет пользовались. И ультрик, с квадрит, ну, и так далее. И гриппол наши, и прививки от гриппа. Обязательная прививка, конечно же, сейчас это против новой коронавирусной инфекции. Как бы тоже противники не говорили, что другие штаммы, там, ну, не тот тип, да, вот вакцин. В любом случае вакцина нарабатывает антитела, потому что все эти вирусы, они родственные, имеют много общего в своем, как говорится, строении, и иммунная система их по-любому опознает. Поэтому с определенной периодичностью эти прививки необходимо делать. Каждые 10 лет взрослые получают ревакцинацию против дифтерии, коклюша, вру, от дифтерии столбника. Взрослые, только вот сейчас мы стали ревакцинировать подростков от коклюша, потому что до сего момента, скажем так, мы до 4 лет коклюш ставили, после 4 лет уже вакцина шла комбинированно, без коклюшного компонента. И заметили, что подростки через определенное количество лет стали болеть коклюшом. Он в легкой форме, но, однако, они дома, а у них есть младшие родственники, братья и сестры, которые еще маленькие. У них беременная мама и ждет, они ждут пополнения в семье. Или там старшая, там сестра беременная живут, общаются вместе. Есть дома старики, которые иммунодефицитные, уже просто в силу возраста. И они стали источником таких проблем. Поэтому сейчас мы, к сожалению, пока что только на платной основе эта вакцина есть, которая в составе содержит коклюш, который можно прививать подростков. Но в любом случае в этом направлении мы работаем, краевой бюджет для незащищенных слоев социальных. Ее тоже закупает. Мы ей работаем в детских домах, в закрытых коллективах. От полиамилит. Это прямо наш бич, потому что ребенок непривитой в детском саду. Если соседа, как говорится, по группе прививают живой полиамилитной вакциной, этот непривитой должен на 60 суток уйти из садика, его должны отстранить. И, как всегда, у нас, как говорится, одна беда уходит, и на ее место всегда возвращается другая. Какая-то еще не менее, как говорится, сложная. Корь. Корь вернулась. Корь есть. От кори, к сожалению, достаточно количество населения либо вообще не привито, либо привито в детстве однократно. И повторную прививку не сделали. Очень много людей, кто не имеет сведений о прививках, но это полбеды, как говорится. Поэтому вот эти инфекции, которые периодически возвращаются к нам, конечно, желательно от них привиться. И национальный календарь предусматривает вакцинацию взрослых людей. Женщин против краснухи до 55 лет увеличили этот интервал. Потому что она чревата определенными последствиями для женщин в фертильном возрасте. Поэтому всегда надо иметь свой план индивидуальной вакцинации. Это возможно сделать у любого терапевта, чтобы он расписал вообще на ближайшие годы. И его соблюдать и придерживаться. Я, пользуясь случаем, хочу пожелать всем здоровья. Защитите тех, кого любите, от всех возможных проблем в жизни, связанных с вакцинацией. Я присоединяюсь. И главное – это, конечно, здоровье. Я напомню, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о том, как защитить себя от различных заболеваний. В гостях у нас была Александра Горшкова, педиатр, главный врач детской поликлиники номер 5 Владивостока, главный внештатный специалист Минздрава Приморья по развитию амбулаторно-поликлинической службы. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова